Мне предстоит просидеть 24 часа в китайском поезде. Мы только что вернулись из Гонконга, и нам пора возвращаться к нашим котам и дому на колесах. Но сейчас китайские национальные праздники, и смотрите, все билеты на любой вид транспорта раскуплены. И единственные билеты, которые нам удалось найти, это поезд. У Ириски будет купе, а у меня сидячее место. 24 часа, капец! Поэтому поехали скорее на вокзал. Ваши друзья, наши друзья. Советуйте Альфа-Банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию. И про друзей не забудем, они тоже получат деньги. Узнайте, как рекомендовать и зарабатывать на alfabank.ru. Альфа-Банк. Лучший мобильный банк. А переждать праздники и купить билеты мы не можем, потому что, во-первых, праздники длятся целую неделю, и, во-вторых, у нас отель для котов забронирован до 5-го числа, через два дня. Вот такой вот огромный ЖД-вокзал с такими лабиринтами. Эти лабиринты сделаны для того, чтобы не копилась толпа, чтобы люди могли идти себе спокойно. А то, если не будет этих заборов, то здесь вот будет просто дофигища людей, которые кучкуются. Тут есть все необходимое. Горячая вода, туалет, место, где можно перепеленать ребенка, автомат с напитками. Я, честно говоря, даже не представляю, как я, блин, выживу 24 часа в этом поезде, сидя. У Ириски-то, ладно, купе, она сможет поспать, а я как буду спать, непонятно. Ирис, может быть, мы будем меняться иногда, хорошо? Нет. Ну, хоть полежать немного, чтобы ноги не затекали, можно будет? Спасибо, жена. Пожалуйста. Сканируем QR-код, выбираем напиток. Ириска оплачивает через ее лицо. Прикол. Подтверждает ее номер телефона и готово. Так вот все в Китае быстро работает. Что это такое, блин? Что это здесь? А, это кокосовое молоко. Взяли еще пепси, потому что, блин, кокосовое молоко выглядит не очень круто. Пора на посадку. Ого! Это скоростной поезд, посмотри, как он мчится. Ого-го, блин, я же испугался, такой шум. А у нас шляпа, полная шляпа, блин. А я бы хотел на скоростном проехаться за, я не знаю, наверное, часов 5-4 часа будет достаточно. Так, Ириска в восьмом вагоне, а я в четвертом. Попрощался с Ириской, теперь иду в свой вагон. Все на меня, блин, смотрят, я тут единственный иностранец. Короче, вот мое место вот здесь, 24 часа вот здесь буду, теперь просто ужас. Очень, очень себя неловко чувствую. Все на меня пялиться. Мне как-нибудь портфель поставить. Дальше я еще немного позалипал, пообщался с местными и познакомился с молодой парой, которые отправлялись в путешествие на этот национальный китайский праздник. Встретил друга, который говорит на английском, общаемся. Ему ехать всего 5 часов, а мне 24 часа. Он говорит, давай сделаем фотку, ну давай. Давайте пойдем к Ириске, посмотрим, как там у нее. Погнали? Погнали. О, столовку проходим, смотрите. Мне стремно снимать, потому что мне сказали не снимать. Так, вот тут вот Ириска ходит у нас. Где? Вот здесь? Здесь. Ага, вижу. Ну, покруче у нее. Упшка, здравствуйте. Хелло, нига. Очень приятно с ней, воняет. Что это, блин, такое? Ириска маленькая, и тяжело забраться наверх. В вагоне как будто бы не убирались. Везде грязь и жирные пятна. Как и у нас в поездах, в китайском поезде тоже можно встретить женщину, которая что-то продает. Эта женщина продавала специальные наклейки, которые согревают и вытягивают всякие болезни из суставов и так далее. Дальше я попросил ее, чтобы она наклеила тоже на Ирис. Короче, мне что-то продают прямо в поезде, какие-то травяные наклейки, которые снимают якобы боль. С поясницы, шеи и так далее. Пока что ничего не чувствую. Но я готов купить. Я говорю, давай покупай. Она говорит, подожди, если наглее попробуешь. Ну ладно. Можешь мне что-то в русском? Да. Ни хао. Как ты говоришь? Ни хао. Привет. 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 Да. Да. В Китае часто такое, что они спрашивают, ты уже поел? То есть это типа как дела? В Китае вообще не спрашивают как дела, они спрашивают как поел. И вот он меня спросил, как сказать, ты уже поел по-русски. Но Ириса вот говорит, но мы так не приветствуем друг друга и не спрашиваем как дела. То есть у нас мы говорим, как дела? Как дела? Как дела? как дела как дела да мы не говорим поел ли ты это будет странно типа подумать что короче все наконец-то можно оплатить я говорю да я плачу она такая сейчас подожди она еще начинает рассказывать рассказывать про продукт чтобы больше коробок купили короче я уже дай мне платить я хочу одну коробку она такая ну хорошо и дает мне qr-код заплатил будет у меня наклейки она хоть и немножечко отдает горячим мне нравится то есть очень приятно на шее у меня как раз я постоянно в телефоне как раз то что нужно после нашей беседы с ребятами я пригласил их пообедать вот такое вот меню в поезде ничего не понимаю что здесь написано вот эта цена я у них спросил почему вы в масках они говорят прям привычка и сняли мы заказали очень много еды обжаренная курочка с перцем я честно говоря удивлен встретить ребят которые разговаривают на английском этом поезде потому что обычно медленный поезд берут ну такие ребята из деревни потому что это очень дешево они здесь потому что тоже не было других билетов интересно что едят работники поезда давайте секретно подснимем так редиска тофу и проростки понял тофу с перцем это что рыбках на пришла тоже рыбка с перцем ох мы набрали целый стол и и последнее блюдо обжаренная тофу с перцем тоже короче все с перцем еще нам подарили орешки говорят надя держите вам орешки все очень-очень вкусная курочка свинина супчик обалденное все постоянно перемещаясь между городами путешествуем мы часто забываем о самом главном о наших близких которые оказались далеко от нас моя мама сейчас живет великобритании мы часто разговариваем но этого для меня мало хочется больше радовать родного человека поэтому я нашел для себя флауау marketplace подарков в котором можно заказать цветы десерты и другие подарки своим близким с быстрой доставкой он работает в тысячах городах и 30 странах мира неважно где вы находитесь радовать родных и оставаться рядом можно сплавал в приложении есть встроенный чат где вы можете обсудить с магазином детали заказа и ваши пожелания а перед отправкой магазин пришлет вам фото на согласование не забывайте радовать своих близких скачивайте приложение по ссылке в описании и получайте скидку 15 процентов на первый заказ по промокоду петя до конца года а если хотите порадовать ваших хвостатых ну или в нашем случае полу хвостатых то принимайте участие в фото конкурсе самые харизматичные получат годовой абонемент на флауау капсульный гардероб для питомца из магазина четыре лапы или сертификат на 4000 на флауау все подробности ищите в описании да а мы продолжим наше приключение а мы все подробности о чем удобно о чем удобно у меня есть машина на что ты думаешь об этом мне плакать могу спросить что не думаешь вообще пожалуйста так много людей не любят его поэтому их не любят как вы я не люблю Ты не любишь? Да, я тоже не люблю Особенно его шеи Да Он умный Я немного умный У меня на шее просто капец Такой пожар сейчас Посмотрите, как она прокраснела Вы думаете, это нормально? Может снять нафиг? Блин, реально горит Ирис уже свою сняла Не, я буду держаться Пускай будет ожог, но зато В лечебных целях Короче, ребята уже Будут уезжать Остановка прибыла Поэтому мы их проведем Мы общались с ними около 3 часов Прям вообще заговорились Хорошие ребята Остановочка Пока 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 Обычно они не обнимаются А я их учу Пока Учу китайцев обниматься Потому что в Китае это вообще не принято Аааа Капец он орет У нас следующая остановка И вот такую вот он еду продает здесь Смотрите Это получается видимо рис С мясом Прожаренным Перцем и яйцом Ну и зеленушка Кукурузка Кукурузка тоже есть у нас Так А у тут женщины что интересно Она говорит не будешь покупать не снимай Я говорю буду покупать Давайте тогда покупать Что у нас тут Какие-то снеки есть Закуски Ножка утки Ну выглядит не очень честно говоря Это что у нас Рыбка видимо Ого Я бы вот это попробовал Давай вот это возьмем Ирис let's take this Так Это у нас что Лапша быстрого приготовления Семочки Орешки прям в скорлупе О я хочу вот это попробовать Что это такое Видимо тофу какой-то Или что не знаю Стручковый бамбук Интересно Она говорит покупай Ну давай давай Окей давай Это что у нас Сухое мясо Какое-то Блин что это Тофу Или будешь такое А это редиска Ну давайте попробуем Что еще у нас есть О о Джекпот Куриные лапки Красота Вот это остренькие Куриные лапки Смотрите Семочкиня Спасибо Давай куриные лапки Еще Будем пробовать Все Вот такой вот QR-код Сибириско сейчас отсканирует 39 юаней Это примерно 6 долларов Короче с такими телегами Ходят Продают еду Прямо орут Потому что в поезде Намного дороже Чем в Вот здесь вот снаружи Всего 15 юаней Вот смотрите Всего пятнашечка А в поезде Где-то 30 юаней Она говорит Вот возьми Вот это Это у нас что Это утка Целая утка Вот такая Блин надо бы попробовать Просто хотя бы для видео Чтоб вам показать И самому посмотреть Ну давай Окей Короче она мне продала Эту целую утку В пакете Вот такую вот Интересно Попробуем Полтинник стоит Это реально дорого Ну для Китая Блин какие здесь запахи В этом поезде Просто столько народу Жарко Ужас Было меньше Сейчас прям жарко И неприятно пахнет Короче блин Мне максимально дискомфортно Там сидеть честно говоря Не знаю что делать Это просто пиздец Это реально жесть То просто знаете Я иностранец И люди все на меня вот так вот И это чувствуется прям жестко Дальше мы вернулись по своим местам Ирис пошла лежать отдыхать А я залипал видосики на ютуб И познакомился с девочкой Которую заинтересовал мой компьютер Включил я игру на своем маке И общался Ты в школе есть? Уже 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 Короче здесь негде есть Снеки которые мы купили Поэтому пойдем на кухню Надеюсь нам там разрешат Точнее в столовую Погнали Короче вот эту штуку мы оставим на завтрак Такую прям огромную Я первый раз тоже такое буду есть А сейчас давайте попробуем с маленьких Я бы попробовал эту редиску Выглядит ужасно Ну так честно если сказать А давайте попробуем как на вкус Ну запах приятный Но запах пахнет вот такой вот белой редиской Китайской большой Я вот щас здесь вот покажу как она выглядит Давайте попробуем на вкус Ну такой знаете да редиской Но постоявшей В принципе вот такая во рту свежесть И острота Потому что она хрустит Ну я бы такую дрянь не ел честно говоря Неизвестно сколько она там стояла у этой бабушки Ну в принципе неплохо Ладно типа под пивко Ну блин хрустит Класс Подойдет Я бы такую не покупал Но неплохо Ну не совсем противно Так ладно редиску попробовали Что у нас дальше Куриные лапки для меня уже в принципе нормально Ну я эту фирму не пробовал Но вообще пробовал А вот это что-то новое Из чего это вообще сделано? Ирис а из чего это сделано? Ну нету ничего Из чего сделано? Вообще описания продукта нет Что с этой стороны? Что с этой стороны? То есть я реально сейчас даже прочесть не могу что я буду есть Это что за фигня? Ирис а что это такое? Ааа я не заметил Вот есть Я офигел просто Обязательно нужно говорить что там ходит Что туда ходит Ну хорошо Ирис что это вообще такое? Ну короче это какая-то смесь с соей, пшеницей и что-то там еще короче Ооо какой приятный запах Класс Блин у меня с люки начинают сидеть Так ну давайте пробовать Еще нет Ваши друзья Наши друзья Советуйте Альфа-банк и получайте 1500 рублей за каждую рекомендацию И про друзей не забудем Они тоже получат деньги Узнайте как рекомендовать и зарабатывать на альфа-банк.ру Альфа-банк лучший мобильный банк Пахнет вкусно Я знаю что эта штука называется Ла чяо Типа спайси палочки Спайси Ну как остренькие палочки По китайски Но я эту тему не часто ем Ох какой твердый Ммм Очень даже вкусно Сладко-острое Ммм Вот это намного лучше чем эта редиска Конечно я понимаю что это очень не полезная штука Она прям жирная вся Но вкусно Реально вкусно Посмотрите сколько жира Очень приятная По вкусу Прям я еще одну съем Реально хорошая Главное чтобы желудок потом не заболел Блин всего 6 юаней Доллар То есть вот эта целая пачка тяжелая Доллар Это у нас анчоусе Вот острый айс анчоусе Смотри Так Ну вот такие анчоусы Я вообще первый раз пробую Интересно Ну выглядит прикольно Прям то есть мини-мини Маленькие кусочки рыбки Видимо с каком-то перченом масле Не знаю Давайте пробовать Китайские закуски Ну пахнет прям анчоусами Да Вот такой вот анчоус Пахнет вкусно Прям знаете вот анчоусы Продают у нас тоже В радиомагазинах есть Но прям с таким островатым вкусом А ну Ох как много масла сразу вытекло у меня в рот Сильно масляное Но вкусное Блин не ожидал Ох блин Остро Но вкусно Реально вкусно блин Что такое Что они туда кладут что так вкусно Если б не видео я б такую херню никогда не купил Но вот сейчас вот я пробую Реально блин вкусно Теперь я понимаю почему люди это покупают Особенно когда нечего есть вокруг Такой вот такой снэк купить себе самое оно Через 10 лет вообще стану китайцем блин Блин Вот это прям топ То есть сначала это идет у нас Потом вот эти палочки Ну редиска шляпа Ладно По сравнению с этим Редиска полная шляпа Ладно Хватит Надо остановиться А то неизвестно как мой желудок отреагирует на эту еду Острота прям нагоняет меня сейчас Прям слезы текут То есть поначалу типа еще ладно Но когда я прям еще больше начал есть Еще больше остроты Фаршированный бамбук Я конечно пробовал бамбук Но Не фаршированный Давайте пробовать Ой блин он прям брызнул Да Ёперный театр Я весь теперь в этом соке Ну короче вам не видно Но тут я весь в соке Бамбук Ну отдает прям рассолом таким знаете Ну как рассолом я не знаю как это описать Ого Как кисленькие наши огурчики Только более хрустящие Ну и бамбук типа Я вообще не ожидал что мне понравится Вообще А мне реально нравится Как будто бы бабушка засолила огурчики Вау Да что такое я пропагандирую блин плохую еду Но это реально вкусно Никогда бы не подумал что вот эта фигня будет вкусной Ой сейчас отдает остротой Ой нагоняют как Больно но вкусно Все А на завтра оставим мясо Куриные лапки и целая утка Интересно как она там выглядит 50 юаней это реально дорого в Китае Посмотрим Стоит ли она того Ну что Ириска теперь твой черед пробовать Давай держи Челси вкусная Эта фигня была самая популярная в моем старом школе Вкусно? Нет Скажи вкусно Нет Химический вкус Что ты молишь? Он говорит Химический вкус Я больше не хочу Не пробую те Ирис говорит Какой-то химия отдает от этого бамбука Блин Да по-моему вкусно По-моему как солененькие огурчики Он говорит Химозный вкус Ну скорее всего Да там какая-то химоза все-таки есть Но я ее не почувствовал Короче сидим мы в этой кафетерии Я понимаю что я не хочу туда возвращаться Мне там очень дискомфортно Ну короче буду сидеть здесь Пока не выгонят И тут я понял что я влип У меня очень упало настроение И я начал залипать в компьютер И думать что делать дальше Я решил спросить у персонала Есть ли свободные места в купе Хотя бы на пару часов И ура Тут на этом моменте Ирис остановил видео Но я был очень-очень рад Блин как же я рад что мы нашли Место где я могу полежать Расправить свои ноги Потому что я здесь 8 часов уже на этом поезде И меня уже заколебало сидеть Особенно там с этими китайцами Блин Получается кто-то не сел на поезд И это место освободилось Но я могу быть здесь только до 8 утра А нам ехать нужно будет до 12 дня Но ничего зато ночь переживу здесь То есть до 8 утра есть где полежать Ура Хорошо что мы подошли и спросили Потому что сейчас бы там сидеть Это было бы просто блин ад Уже практически 8 вечера Поэтому можно скоро на боковую Дальше я лежал и мучился от изжоги Видимо эти снаки реально были химозные Я пролежал так около 4 часов И к часу ночью не смог уснуть Потому что я был очень голодным Я сходил в буфет Все было закрыто И попросил соседку в поезде Которая не спала на тот момент Есть ли у нее еда И она меня угостила Это короче мивина но сухая Просто вот так вот грызть Мы в детстве так ели я помню Просто не запаривали ее А закидывали соль и грызли Угу Спуст детства Короче помогает мне сделать лапшу Блин Я не понимаю как ее сделать Лучше же китайцы добрые люди Она говорит надо слить воду А я такой да Это типа сухая лапша Она ну да И вау сколько разных соусов Выглядит очень аппетитно Особенно для меня голодного сейчас Блин я снимаю короче тут И она такая давайте я помогу перемешать Неудобно было просить поэтому В общем класс Попросил ее заснять меня Неудобно конечно Ну ладно Очень вкусно но остро Тут я почувствовал себя максимально неловко Во первых попросил у нее еду Во вторых попросил ее снять Она еще все это приготовила для меня И в третьих я еще и подавился блин Мне не в то горло зашло Не в то горло попало Я только что выучил новое китайское слово Я с этой девочкой общаюсь Она такая Я ауе Говорит Я что? Ауе? Ауе на китайском это типа Я как бы не ложусь Спать допоздна То есть я ложусь поздно спать В 2-3 ночи Я такой Я тоже ауе Сейчас мы не двигаемся Это выглядит как Ветер не очень хорошо на улице Уснул я где то примерно к 2 ночи А разбудили меня всем Чтоб я вернулся на свое место Ну на свое сидячее место Я понятное дело не вернулся Мне там максимально дискомфортно Поэтому я долгое время сидел в столовке Далее ко мне подошла кондуктор Что я сказал Чтоб я уходил из столовки И сказал что у меня есть место В 18 вагоне Хотя я этого даже не знал Ну я пошел в 18 вагон Это самый последний вагон Он далеко Сейчас я иду аж в 18 вагон В 9 Сидел все это время в столовке Оказывается мог пойти Будет полежать Поспать Я этого даже не знал Я вообще не могу отдуплиться Что происходит честно Я бы сейчас не знаю что сделать за эспрессо Фу блин Я не могу проснуться вообще Они сами не могут разобраться куда меня засунуть Короче блин Не поймаю что происходит Короче задолбали меня гоняют туда сюда Сами не могут разобраться Просто я пришел в 18 вагон А там занято Короче я не понимаю где мое место Буду сидеть на кухне В столовке здесь Дальше случилось неожиданное Оказывается на предпоследней остановке Билеты практически бесплатные И ко мне в столовке подсели трое Которые громко говорили и неприятно пахли Но самое ужасное Что женщина напротив меня чесала Какие-то окровавленные вулдыри Я просто выпал Я не мог найти себе место Я даже думал о том Чтобы сойти с поезда нахрен Но было уже поздно Он был на ходу И дальше Эрис предложила мне Чтоб я полежал на ее кровати и успокоился Меня тут же вырубило Короче я проспал Вот тупо до конца Пока мы уже не прибыли Эрис у меня будет 5 минут осталось до прибытия Утку мы так и не кушали вообще Блин И когда ее есть Я после вчерашней еды Вообще не хочу даже Думать про эту утку Как же все таки тяжко Блин Я не представляю Если бы Мне не нашлась эта кровать Что бы я тогда делал Просто капец Да Ничего не поняла Но кивает Чтоб я еще когда-то взял Вот этот медленный Блин поезд Никогда Только на скоростном Это просто пипец Особенно с китайцами Когда их дофига Вот это они все смотрят на тебя Пошли забирать котов Да Пошли забирать котов с отеля Открой отец Я хочу выйти Отец Выйти хочу Выпустите меня отсюда Отец можно? Или надо паспорт показать? А Ему пофигу Окей Ирис давай Твой черед У Ириски есть айди карта Айди карта Ее прислонил и все Она открывает А у меня паспорт Если у меня какие-то проблемы Это наверное причина Как раз из-за того что у меня паспорт Причина того что я потерял свое место То есть я спрашиваю тебе мое место Они такие ой не знаю Иди там туда иди сюда Короче гоняли меня И в итоге я на кухне это сидел Я не знаю как ирис Но я сейчас просто У меня глаза только куда-то вот в одно место Я походу уже нашел Даааа Вот она моя маленькая Сделайте мне тройное Я вас прошу Ура Спасибо Наконец-то Это наверное было самое тяжелое испытание для меня Почему? Потому что в какой-то момент там 3-4 часа я не мог вообще себе место найти То есть у меня не было ни места И даже пространство просто вот одному побыть Одни китайцы везде там в один момент набежало их очень много И сойти с поезда тоже нельзя Ничего нельзя сделать короче Везде дофига китайцев нет места и все это все грязное Короче я словил какую-то панику или что я не знаю Больше никогда Никогда без места не пойду на поезд Интересно как там наш домик на колесах Осталась ли батарея для холодильника Не растаял ли он там весь Надо бы завести, прогреть двигатель и отвезти на партинг для автодомов Где есть вода, слив, в общем все необходимое Ура, мы дома Так, что у нас по батарее? Холодильник работает? О, да, все, холодильник работал, все это время супер Ура, все супер, только единственный бардак сильный Еще 30 процентов, смотрите, батарея есть Потому что у нас солнечная батарея, видите, плюс один Благодаря солнцу Красота Короче на нашем месте вон там вот кто-то припарковался и не хочет двигаться Вот эта черная машина И Ирис пошла сейчас разбираться Нам надо вот туда припарковаться Потому что там есть все необходимое для дома на колесах Зарядка, чистая вода и дырка куда сливать отходы Ура, нашли свободное место, вот сейчас сюда будем парковаться Осталось забрать котов из отеля Не знаю Да, по адресу Ну приветики, шо вы тут, шо вы тут, шо вы два кота Офигели, нет? В таком маленьком помещении практически две недели нормально все? Мяу-мяу, ну что ты, ну иди сюда, ну иди сюда, ну иди Скучала только честно Скучала, да? Скучала, я тоже скучал Ну что, ну что, ну такой ты сладкий Мольдочкин Мяу-мяу Мяу-мяу, да, ну что ты такой Пандутза Шо ты здоровяк Здоровый, блин, такой Шо ты Мяу-мяу 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 Не хочет уже Все, привыкла к отелю Они здесь были две недели Понятное дело, она позволяет им выходить Раза три-четыре в день гулять, играться там и так далее И за 16 дней в этой мини-комнатке мы заплатили где-то примерно 170 долларов Нормально Долларов США Шо, вы думали я забыл про утку? Нет, мы обязательно попробуем Ага Опа Мяу-мяу 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 Я сильно тяжелый видимо Честно, после тех снеков в поезде Мне стремно уже что-либо пробовать Реально вам говорю Блин, я вообще не хочу ее пробовать, честно говоря Ага, тут раз пакет, два И вот еще третий пакет Ну пахнет еще ладно Боже мой, я такую фигню точно есть не буду Посмотрите на эту дрочь Это прямо Вот это 50 юаней Они шо гонят? Она у нее стояла ну точно годика три Точно, вы посмотрите Посмотрите Да уж Я реально не хочу ее пробовать Ну ладно, че уж, я глотать не буду, но Все С меня хватит Просто плесень, реально Я чувствую вкус плесени Ирис, давайте рты Ладно, короче, ребята, увидимся в следующем видео Я подумать руки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok